Добрый день, дорогие друзья! Не так давно на сцене киноконцертного зала «Панорама» состоялся концерт вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». Все, кто побывали на этом концерте, унесли с собой незабываемые, неизгладимые эмоции и впечатления. Все в один голос говорили, что шоу, которое они увидели, оно просто блестящее. Безупречный вокал, безупречные хоровые номера, безупречные трюки с шашкой на гайках, хореографические композиции. И все это на одном концерте, на одной сцене в киноконцертном зале «Панорама» в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». ПЕСНЯ А теперь немножко из истории создания ансамбля. Ансамбль существует уже более десяти лет. Когда-то его руководитель Владимир Куксенков задался целью объединить в один коллектив людей, которые могли бы быть и солистами, и хоровиками, и хореографами, и танцорами, и исполнителями трюков с шашкой и на гайкой. И ему это удалось. Все участники коллектива имеют прекрасные тембры голосовые, все замечательные солисты, все в совершенстве владеют музыкальными инструментами, все в совершенстве умеют владеть хоровым пением, умеют выстраивать замечательное, безупречное многоголосие. И все это в коллективе, в белорусском коллективе вокально-хореографическом «Батька Атаман». Коллектив за время существования стал лауреатами большого количества профессиональных конкурсов. По мнению руководителя коллектива, ему удалось осуществить свою мечту, и нам с вами пришлось в этом убедиться. В репертуаре коллектива есть песни как эстрадные современные, так и популярные песни советского периода. Большое внимание, стрее и трепетное внимание коллектив уделяет народным песням. И мы с вами сегодня немножечко поговорим о народной песне. Итак, наша рубрика бесспорно интересна. Интересные и познавательные факты о народной песне. По мнению белорусских казаков, народная песня наиболее ярко и достоверно отображает все, что происходит с человеком. Его чаяния, его мысли, его мечты, общественные какие-то события, трудовые события. И все это отражает совершенно достоверно народная песня. Интересный факт, что во всех уголках Белоруссии одной из самых любимых тем – это тема Дуная, которая воспевается в народной песне. Но почему? Ведь Дуная расположен достаточно далеко от Белоруссии. А дело в том, что когда-то существовали поселения, которые были расположены на берегах Дуная, в специально отведенных для этих поселениях мест. Со временем, конечно же, люди вернулись на родину. И, безусловно, многие вернулись в Белоруссию. И, конечно же, память о Дунае осталась и в сердцах людей, и в народном творчестве. А что же такое народная песня? Характерной чертой народной песни является отсутствие у нее автора. Правильнее сказать не отсутствие, а большое количество авторов. И даже еще правильнее сказать – это то, что народная песня никогда не записывалась в ноты. Она передавалась от человека к человеку, от исполнителя к исполнителю. И каждый вкладывал в эту песню что-то свое, частичку своего сердца, частичку своей души. Большая часть народных песен – это обрядовые песни. Мы с вами знаем, что человек рождается и умирает с песней. На протяжении всей жизни с человеком происходят события, которые таки сопровождаются определенными специальными песнями. Это свадебные песни, это трудовые песни, это песни, связанные с пассивными, с уборочными работами. Вот такова она народная песня. Интересный факт, но во времена царствования Алексея Михайловича Романова был издан указ, по которому необходимо было изымать и уничтожать инструменты, музыкальные инструменты, под которые исполнялись народные песни. Якобы это было связано с тем, что народная песня имеет языческие корни. Может быть, оно и так, но при чем здесь музыкальные инструменты? Многие композиторы с большим трепетом относились к народной песне, особенно к народной лирической песне. Использовали и обрабатывали эти песни в своих произведениях. Зачастую мелодии, которые были созданы фантазией композитора, напоминали нам с вами народные песни. Композиторы любили лирическую народную песню, учились у нее, восхищались этой песней, воспевали ее во многих своих шедеврах. И это касается не только классических композиторов. Вот, например, в основу одной из самых популярных песен, я бы сказала, времен и народов, «Саммертайм» легла народная украинская песня, колыбельная, которую Джордж Гершвин, композитор, услышал в Нью-Йорке в исполнении украинского национального хора. «Саммертайм» стала леять мотивом оперы Джорджа Гершвина «Порги Эбэс». «Саммертайм» прославила и обессмертила Джорджа Гершвина. А вот еще один пример. В одной из последних постановок Анны Карениной режиссер Джо Райт использовал всеми нам известную «В ополе береза стояла». Итак, я абсолютно уверена, что песня и в целом музыка занимают огромное место в жизни человека, в жизни людей. И невольно вспоминаются слова Уильяма Шекспира. «Песня глушит печаль». И я совершенно согласна с этим высказыванием. Ведь печаль, волнение, стрессы укорачивают жизнь, а музыка ее продлевает, наполняет смыслом. И я очень рада, что киноконцертный зал «Панорама» помогает нам в этом, помогает сделать жизнь насыщенной, красочной, яркой, наполнить ее положительными эмоциями. Я абсолютно уверена, что скоро мы с вами увидимся вновь. А сейчас я предлагаю следить за программами передач канала ОТР, где вы можете в записи увидеть все концерты, которые состоялись на сцене киноконцертного зала «Панорама». До скорых встреч! Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего! Редактор субтитров А.Семкин